ежедневно мы стремимся найти ответы на вопросы которые причиняют нам боль эти вопросы не дают нам покоя мы с ними засыпаем мы с ними просыпаемся нам важно найти выход вот уже два года более 10 тысяч людей решают самые казалось бы безвыходные ситуации своей жизни с помощью методики по работе подсознание когда случается что-то плохое тебе кажется что только ты столкнулся с такой ситуации но это не так в июле месяце в этом году моей жизни случилось такое что я вообще не ожидала что со мной такое может произойти мне сделали операцию и поставили такой диагноз который наверное украл все мои надежды на то чтобы иметь полноценную семью мне поставили рак 2 стадии я понимал что для мамы это очень важно потому что у нее была проблема со здоровьем и начинающийся с рост печени был фиброз четвертой степени мой ребенок с рождения у него стоит диагноз детский церебральный паралич сейчас моей дочери 13 лет и в апреле прошлого года еще нам подтвердили этот диагноз если я родился в бедной семье в каком-то маленьком городе в маленькой деревне если есть какое-то заболевание врожденное или приобретенное это не говорит о том что все теперь на мне поставлен вердикт мне были довольно сложные отношения с дочерью то есть это было пиковое состояние когда не хотела ничего услышать они 50 года мне уже стало абсолютно четко и абсолютно ясно что я нахожусь в стеклянной такой колбе и я не могу через нее пробиться и взять все что мне нужно из этого прекрасного чудесного классного мира внутри человека сокрыто очень много важных ключей от того откроем ли мы свое предназначение будем ли мы понимать кто мы на этой земле как мы будем себя чувствовать будем ли мы здоровы будем ли мы расти счастливых детей будем ли мы жить той жизнью которой хотим жить это в первую очередь зависит от того будем ли мы пользоваться нашими внутренними ресурсами или нет я пошла на тренинг бизнес молодости и примерно на шестой неделе этого обучения я поняла что ну как деньги не идут и нам на занятие сказали о том что если у вас сейчас нет того дохода который вы хотите значит у вас психологические проблемы с деньгами и произнесли такое слово установки но что делать с установками не объяснили я видела очень много в рекомендации что изменись и сам и изменится весь мир вокруг полюби себя и будет тебе счастье и я везде об этом читала но везде говорили что надо делать я не могла найти нигде чуткой пошаговая раз два три раз два три как это надо сделать каким образом вот эти изменения надо проводить себе поэтому покупка методики принципе для меня и мне даже раздумывать и думать было не о чем потому что я увидела что для меня методика это как некий такой лифт в мою новую реальность физические процесс они делятся на сознательные которые подаются полностью нашему контролю и неосознаваемые процессы которые могут протекать вообще без нашего скажем так участие без участия сознания я вспомнила девушку которая занимается по методике мастерки которая как раз и делилась в соцсетях своими постами об установках и даже давал мне книгу почитать моя любимая жена заинтересовался этой методикой я в принципе не думал о том чтобы покупать ее было в преддверии нового года я решил подарить ей методику заодно приобрести себе и сразу нами с методика мастер-кит я познакомилась абсолютно случайно через мою одну знакомую я прочитала ее один пост на фейсбуке я в первую очередь позвонила дяне она буквально сразу эта методика мне дала колоссальные результаты когда я взяла методику и узнала что можно оказывается прорабатывать в общем-то не не свой доход а доход мужа без его вовлечения я взяла эту цель сразу после обучения просто начала каждый день как раз было какое-то сопровождение где даже сказала про это возьмите и вот ну сколько дней выйдет столько выйдет грубо говоря палочки такие рисуйте проработала проработала если говорить про теории которые выдвигают современной физики о том что такое мир вокруг нас очень многие говорят о том что мир это голограмма голограмма это огромное миллиардное количество вариаций различных событий нашей жизни меняя что-то внутри себя мы выбираем какую-то но какое-то новое сечение обстоятельств которым теперь мы можем пребывать и который может окружать нас у каждого этого события есть определенная вероятность эту вероятность в будущем можно будет рассчитать математически пока это да выглядит как чудо но на самом деле принципе ничего чудесного в этом нет если понимать как физики описывают наш мир и как они его понимают с математической с геометрической точки зрения я в течение пяти месяцев делала проработки на ребенка выявила очень много установок на наш облон обиды я заходила тяжело и когда я проработал я прямо летала у меня было ощущение что я себя сняла камаз камней я очень счастлива что он на самом деле тысячи ученых по всему миру на данный момент занимаются вопросами сознания реальности подсознание что такое сознание что такое реальность мы стоим на пороге очень важных открытий есть несколько направлений в науке которые этим активно занимаются этим занимаются физики в первую очередь квантовой физики этим занимаются биологии медицины нейрофизиологи то есть врачи они этим занимаются точки зрения физиологии человека того как работает наш мозг и как работа нашего мозга влияет на нашу психосоматику, на то, как устроен наш организм и какие у нас есть болезни от тех или иных наших переживаний. И есть, конечно, психологическое направление, которое изучает вопрос сознания, что есть сознание, что есть подсознание. Самые яркие результаты – это мои дети. И это был действительно видимый результат, когда мы с ней разговаривали, она по старому шаблону пыталась какие-то обиды, претензии мне говорить, высказывать, а я на них никак не реагировала. Просто я вот, ну никак. И она мне сразу же, это было ее удивлением, она сказала, что с тобой случилось? Мы с тобой не виделись три месяца. Она точно так же прорабатывала обиду на своих родителей. И когда она проработала обиды, страхи, она стала прорабатывать отношения. Я уже в отношениях. Когда у нее появился парень, она стала, у нас идеальные отношения. И вот 26 ноября моя дочь выходит замуж. Предложение, которое сделал мой будущий зять моей дочери, оно было тоже уникальное. И мой будущий зять, он тоже в методике. И предложение он сделал моей дочери, как это сказал, это вторая или третья его проработка была, в состоянии эйфории. Предложение было сделано, зять нас пригласил на футбол. Была такая постановка, что моя дочь выигрывает лотерею, ее номер зачитывает. Она выходит на поле. Диктор говорит, Адель, обрати внимание на табло. Она поворачивается. И там идет фильм, как они с Чуканом. И в конце ты выйдешь за меня замуж. Я плакала, стояла на трибуне. И понимала, что это совместный семейный результат. Я начала прорабатывать деньги. Но при этом очень как-то неожиданно. Мужчина, с которым я общалась через интернет, я с ним познакомилась через интернет. Он жил в Канаде, в Торонто. Достаточно для меня неожиданно. Он начал звать меня замуж, приглашать в Торонто. И я была в каком-то непонятном таком шоке. Он приехал в Москву в октябре. И мы поженились. Сейчас я готовлю миграционную визу в Канаду. Потому что мы решили, что надо ехать к мужу. Надо ехать к мужу в дом. Мой муж сейчас, он в какой-то встрече в скайпе сказал, что у меня есть план. И я хочу купить новую квартиру для нас. Он мне присылал квартиры на варианты квартир. Я там смотрела. Мне, естественно, все нравилось. А летом он купил квартиру и переехал. Сейчас я готовлю визу, чтобы поехать. И, скажем так, все своими глазами увидеть. Буквально три недели назад я повторно сделала УЗИ. И самое было удивительное, что сам яичник уменьшился на полтора сантиметра. Я очень поразила врачей. Я просто помню, как глаза врача, которые говорят, ты что делала? У нас очень пошли хорошие результаты в физическом и эмоциональном состоянии ребенка. То есть наш доктор-невропатолог вообще не понимает, что мы делаем с ребенком. И она сказала, что при таком прогрессе, при таком дальнейшем развитии, скорее всего, на следующую комиссию, которая будет весной, нам диагноз полностью с ним. Мои родители находятся в преклонном возрасте. Маме 80 лет, папе 90. И буквально вот перед Испанией мама заболела, обострение у нее, ревматизма началось. Дело в том, что я в последнее время очень сильно болела. Даже лежала в октябре в больнице. И вот, вы знаете, уже было такое состояние, что уже хоть хуже некуда. А Нелечка проработала со мной. Когда она закончила, я говорю, господи, что такое? Ты что со мной сделала? У меня появился свет в окне. Это мое общее состояние. Когда мы закончили две проработки, я у мамы спрашиваю, как твое состояние? Она говорит, доченька, ты как будто вывезла меня на курорт. Когда я посмотрела на ее руки, когда я пришла, у нее были отек суставов. Такой я просто никогда не видела. Он просто, этот отек стал уходить на моих глазах. Прям вот, его просто как будто не было. Такое ощущение было, что просто его откачали с рук. Недавно моя мама позвонила и сказала, что ей сняли диагноз. То есть с четвертой степени это ушло до нулевой степени. Переживание человека, его внутреннее состояние, разумеется, очень тесно связано с той деятельностью, которую он в итоге осуществляет. То, в каком состоянии мы находимся, влияет на то, как мы будем воспринимать окружающий мир. Результаты пошли по деньгам, выросли доходы, как мои, так и моего мужа. То есть при этом я стала меньше работать, но стала больше зарабатывать. Мой муж вместо 200 тысяч тенге стал зарабатывать 900 тысяч тенге. Буквально за два месяца был вот такой скачок. Я занимаюсь видеонаблюдением. В тот момент, когда доход упал до 200 тысяч, я стал прорабатывать тоже и доход. У меня появился крупный заказ на 2 миллиона тенге сразу. Январь-февраль месяц, которые обычно убыточные, полностью были заняты. После этой проработки у меня увеличился доход примерно до 500-700 тысяч тенге. Я не видела ничего, кроме своей суммы. То есть на два месяца я поставила цель, что доход мужа составляет 12 миллионов тенге. Это было 15 июня, когда я купила методику. И когда 1 июля я собрала все отчеты, ну просто вот всю выручку, посчитала и показала Андриану, и тогда уже было даже больше, чем 12 миллионов, я помню, что Андриан сказал, я не понял, как это произошло. У меня не было ощущения, что на меня кто-то давит. У меня не было ощущения, что меня кто-то за ручку куда-то ведет, что меня кто-то подпинывал, или кто-то там подкидывал дрова в огонь, чтобы он горел сильнее. Я такого не ощущал. Я чувствую, что я держу в руках волшебную палочку. И, вы знаете, я не могу сказать, что это было всегда легко. Все складывалось в потоки, но для того, чтобы это было, мне надо было делать проработки. Я их делала каждый день. Самое главное – это вера в себя. Когда ты веришь в себя, ты можешь поверить всему. Если человек не верит в себе, то ему ничего не поможет. Как донести до людей, которые еще не совсем верят, да, не совсем верят в собственную силу на самом деле, да. Кто не хочет купить методику, тот не может поверить, что он может все это создать в своей жизни. Мы привыкли к тому, что опасность для нас – это война, это какой-то природный катаклизм. Хотя на самом деле мы давно уже научились более-менее с этим справляться. Но с чем мы точно не научились еще пока справляться – это со своей внутренней пустотой. Это то, чему стоит уделять внимание, это то, чему стоит учить своих детей, это то знание будущего, которое дальше сделает наш мир еще более безопасным. И это та важная точка, на которую действительно стоит сейчас обращать внимание.